Окей, спасибо. Итак, мы начинаем сегодняшний наш вебинар. Меня зовут Сергей Цибульский, я являюсь одним из организаторов портала Business Online Academy. Этот портал был создан при участии украинского торгового портала электронных торгов фабрикант ЮА и швейцарской тренинговой компании ZIGEL. Сегодня наш вебинар будет посвящен системе электронных государственных торгов Прозора. Это уже второй вебинар на нашей площадке. Первый вебинар был посвящен вопросам организаторов, то есть государственных предприятий, которые участвовали в этих торгах. Сегодня же наша тема посвящена работе тех, кто будет поставлять товар этим государственным предприятиям, то есть поставщикам. И сегодняшний наш спикер Кристина Гуцалова, она уже имеет достаточно большой опыт работы в электронных торгах, она является координатором проекта Прозора и сегодня ответит на все ваши вопросы. Немного о функционале данного сервиса, для того, чтобы вам было удобно работать и исключить какие-либо проблемы при слабых провайдерах интернета. Если у кого-то включен Skype, рекомендую его отключить, поскольку он седает ресурсы. Если у кого-то слабая нитка интернета, рекомендую также отключить видео, оно не столь принципиально. Изображение нашей презентации останется на экране. Как мы будем работать? Сейчас я передам слово Кристине, она расскажет ту информацию, которую собиралась вам сообщить и естественно у вас появятся вопросы. Для вопросов она выделит время уже в конце вебинара, поэтому прошу вас свои вопросы оставлять в чате на вкладке вопросов. Обратите внимание, в левой нижней части экрана, вкладка чат, там где вы оставляете свои сообщения, есть вкладка вопросы. Оставляйте свои вопросы на этой вкладке, она их будет видеть и сможет на них соответственно ответить. Пока, надеюсь, все понятно. Благодарю за внимание, передаю тогда слово Кристине Гуцаловой. Всем добрый день, рада всех видеть. Спасибо Сергею за то, что представил. Меня зовут Кристина Гуцалова и в проекте Прозора я один из координаторов, отвечаю за связи с общественностью, за подключение новых заказчиков и за ответы на вопросы как заказчиков, так и поставщиков, работу с возражениями и за общение с людьми. О чем мы сегодня будем говорить? Ну, во-первых, я думаю, что вы немножко узнаете уже о госторгах, о реформе, которая идет в сфере госторгов. Но я хочу дать вам какую-то вводную информацию о проекте Прозора, рассказать о функционале этого проекта, о том, как в нем начать работать и зачем это нужно делать. Кроме того, у меня будет для вас один подарок. Ну и самое главное, конечно, я буду отвечать на ваши вопросы, постараюсь по максимуму вопросов охватить, которые у вас будут. В любом случае, я оставлю вам свои контакты, все свои вопросы можете мне задавать по телефону и писать и так далее. Так, начинаем. Что такое Прозора? Прозора, во-первых, это пилотный проект электронных госзакупок. И если вы знаете, у нас госзакупки, которые проходили до сегодняшнего дня, проходили в бумажной форме, так называемой, и электронизация их касалась только побочно и не во всех стадиях. Сейчас появилась идея о том, что для того, чтобы сделать эти закупки более прозрачными, более эффективными, нужно их переводить в электронный вид. Собственно, поэтому родился в стратегии 2020 в сфере реформирования госзакупок пилотный проект. Детали о нем можете посмотреть на сайте Reform.in.ua или на сайте Prozora.org. Адреса будут в конце презентации. Что такое Прозора, кроме того, что это пилотный проект и это часть общей реформы? Это система, которая позволяет вам работать напрямую с государственными заказчиками полностью в электронном формате. Для чего это сделано? Для того, чтобы у вас была максимальная возможность, независимо от того, знаете вы лично этого закупщика или нет. Работаете вы с ним в одном регионе или близ другого региона? Работали ли вы с ним раньше? Были ли у вас какие-то отношения? Вы можете к этому закупщику прийти на торги, предложить свою цену. Если она будет лучшая, заказчик должен эту цену принять. То есть мы обеспечиваем максимальную открытость для вас, как для поставщика. Заказчик получает самую лучшую цену на рынке. Общество может контролировать, как произошла закупка, какие цены кем предлагались, какая цена была выбрана как победитель. Ну и соответственно закупщик получает меньше возможностей для каких-либо злоупотреблений, потому что субъективные факторы немножко уходят. И система предлагает много решений сама. Я вам дальше расскажу, как это происходит. Какова структура системы Прозора? Почему мы называем это именно системой? Потому что есть центральная база данных и модуль аукциона. Сейчас на этапе пилотного проекта они принадлежат антикоррупционной организации Transparency International. После завершения пилотного проекта центральная база данных будет находиться в руках государства. Для того, чтобы была возможность государства контролировать, что там нет никаких злоупотреблений, все хорошо работает и не все ответственность за работу этой системы. К центральной базе данных и к модуля аукциона подключены так называемые электронные торговые площадки. Для вас это просто несколько точек входа, которые отличаются интерфейсом, некоторым набором сервисов, общением вашим с клиент-менеджерами. То есть эти площадки, эти точки входа для поставщиков заинтересованы в том, чтобы вы работали именно с ними. Именно поэтому между ними создается конкуренция и они начинают вам предлагать больше за те же деньги, грубо говоря. Это так называемая гибридная модель, поскольку все равно в центральной базе данных аккумулируется вся информация. Независимо от того, через какую электронную торговую площадку объявил тендер заказчик, поставщики на всех площадках видят этот тендер и могут в нем поучаствовать именно со той площадки, с которой они работают постоянно. В чем прелесть аукциона? Аукцион позволяет вам в три раунда снизить свою цену. Если вы видите, что в тендер пришли поставщики, с которыми вы не можете конкурировать, вы цену не обязаны снижать, потому что мы все понимаем, что все равно на этапе оценки предложений могут быть предложения нереальные. Но государство, естественно, заинтересовано в наше непростое время экономить. Мы дали такую возможность, в три раунда снижается цену, чтобы государство получило самую лучшую цену на рынке. Как происходит закупка в системе? Первым делом заказчик выбирает ту торговую площадку, на которой он намерен объявить закупку. Он точно так же, как и вы, может работать с любой торговой площадкой, подключенной к системе. И сам устанавливает временные отрезки, которые касаются его закупки. В частности, первый такой временной отрезок – это время до начала приема предложений. В это время поставщики должны особенно внимательно смотреть за заказчиком, поскольку именно сейчас вы можете написать свои вопросы, указать на предмет о закупке, его формулировки, увидеть, а не выписаны ли эти требования под одного поставщика. И вообще оценить те квалификационные требования, которые заказчик выставляет к предмету закупки и к вам как к поставщику. Задать свои вопросы соответственно, если вам кажется, что такие требования нереальные, необоснованные, или вы можете предложить все то же самое, но заказчик почему-то в требованиях этого не показал. Дальше начинается период, когда можно подавать свои предложения. В этом периоде вы подаете предложение, свое первое ценовое предложение, которое, скорее всего, будет максимально близко к тому, которое заказчик объявил цену как ориентировочную цену закупки. На этом этапе, пока предложения вносятся, никто не видит, кто именно и какие предложения подал. Это сделано по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы не было возможности поставщикам некоторым договориться между собой. Во-вторых, чтобы заказчик точно так же не мог выбрать какого-то поставщика и договориться с ним о каких-либо других условиях, чем те, которые объявлены для всех. Информация закрыта даже от администраторов торговых площадок, потому что все администраторы видят только то, что происходит на их площадке. В центральной базе данных эта информация аккумулируется, она закрыта для всех. После того, как завершился прием предложений, система автоматически назначает аукцион. Опять-таки, вам не нужно никуда для этого ехать, вам не нужны никакие особые доступы. Через свой личный кабинет на электронной торговой площадке вы заходите в аукцион и в онлайн-режиме торгуетесь на аукционе в трейд-раунде, как я уже говорила. Только после того, как завершился аукцион, все видят, кто участвовал в торгах, все видят название предприятий, которые участвовали в тендере и цены, которые они предлагали. Только на этом этапе заказчик начинает оценивать квалификационные требования. Мы просим заказчиков, чтобы они в самом начале тендера не требовали никаких дополнительных справок, выписок и всего остального. По максимуму реализована постквалификация, то есть берется самая лучшая цена и заказчик проверяет именно того поставщика, который предложил самую хорошую цену. Если этот поставщик не проходит квалификацию, тогда проверяется следующий. Такого, что все должны привезти килограмм бумаг, по максимуму стараемся от этого уходить. Ну и соответственно, поставщик, который предложил самую лучшую цену и прошел квалификацию, с ним заключается контракт уже в традиционной бумажной форме. К сожалению, пока у нас электронный документооборот в государстве не реализован. Возможности заключать электронные контракты в системе нет. Будем надеяться, что когда-то это будет. Как вы можете подключиться к системе? У нас есть сайт ProZoro.org. Не могу сказать, что на нем очень много информации, но мы постарались по максимуму реализовать раздел поддержки. В верхнем меню вы можете выбрать блок, называется «Петрынка». Перейти в раздел «Участнику». И в этом разделе вы найдете, во-первых, видеоинструкции по работе со всеми электронными торговыми площадками. Ответы на некоторые вопросы, описание процедур, описание того, как работает система. Там же будет запись этого вебинара, кроме того, что придет к вам на почту. Соответственно, после того, как вы изучите все эти моменты, после того, как вы уже точно поймете, что вы хотите начать работать в системе, вы сможете зарегистрироваться на подключенных к системе площадках. На данную минуту подключено к системе три площадки. Вы видите их название сейчас. E-Tender Biz, Prom.ua и SmartTender Biz. Буквально на днях у нас подключатся еще три площадки. Конкуренция растет. И действительно, площадки сейчас будут вам предлагать максимально лояльные условия. Единственное, это не касается ценовых условий. По ценовым условиям, пока время пилотного проекта единое правило. Вы платите 175 гривен в момент подачи предложения на тендеры, которые превышают 35 тысяч гривен. До 35 тысяч гривен подача предложения бесплатна. Объясню, почему такая схема реализована. Во-первых, мы не имели права делать какие-либо нагрузки на государственный бюджет. Соответственно, пользование системой для государственных заказчиков абсолютно бесплатно. Но поскольку это сервис, поскольку его нужно развивать, его нужно поддерживать, естественно, необходимо какое-то финансирование. И вот эта минимальная цена позволяет нам дальше работать с этой системой, развивать ее дальше для нас государства. Правила регистрации на всех площадках могут отличаться. То есть, в любом случае, после того, как вы посмотрите, прикинете, вам лучше связаться с клиент-менеджерами на конкретной площадке, которую вы выбрали, для того, чтобы помогли с регистрацией, рассказали о том, как дальше работать в системе и дали вам больше информации. Что у нас сейчас происходит в системе? Система рабочая. У нас работает сейчас, уже реально объявляют торги, порядка 100 заказчиков. Если мы говорим про центральные органы власти, то у нас уже работают все министерства, кроме Министерства внутренних дел, но в отстающих. У нас работает очень много государственных предприятий, которые находятся в ведении Министерства инфраструктуры. Работает Киевская государственная администрация, Укрспецэкспорт, Национальный банк. Очень активно работает Министерство обороны. И могу сказать, что после каждого национального совета реформ у нас происходит новая волна подключений новых заказчиков. Соответственно, растет количество тех номенклатур, которые закупаются. Соответственно, все больше поставщиков могут найти для себя тот тендер, который им будет интересен. Если говорить о первых результатах нашей работы, то мы можем говорить о том, что предварительная экономия, которую обеспечила наша система, составила около 24 миллионов гривен. К сожалению, сейчас еще не все заказчики привыкли к тому, что нужно в систему подгрузить контракт, заключенный по результатам электронного тендера. Мы стараемся заказчикам подсказывать, что это все-таки нужно делать. Естественно, если судить о уже заключенных контрактах, цифра будет на порядке меньше. Но все равно тенденция очень хорошая, потому что по тендерам, которые уже завершились заключением договора, 14% экономии по сравнению с ориентировочной ценой, которую планировал заказчик. Ну и самый главный, наверное, результат нашей работы, это то, что приходят на электронные государственные торги те поставщики, которые раньше с государством не работали. Я специально сделала скрин из Фейсбука. Мы просто находим, нас тегают в своих отзывах поставщики, которые реально говорят о том, что никогда не верили, что можно в государственном тендере победить ни с кем не договариваясь. Но действительно, они приходят, и даже сложные тендеры Министерства обороны, там, где, казалось бы, путь новым поставщикам закрыт, они выигрывают. И вот тот поставщик, которого я цитирую, вчера уже даже написал о том, что он уже поставил товар и получил оплату. То есть, на самом деле, все не так страшно, и государственные торги действительно становятся ближе к поставщикам, и на них можно начинать зарабатывать. Я готова переходить к вашим вопросам, на самом деле, потому что я думаю, что большая часть времени у нас уйдет именно на это. Пока вы их пишете, могу вам сказать, что у меня из вас небольшой подарок-бонус. Это инструкция «10 шагов, как выиграть в электронном аукционе». Инструкция достаточно краткая, но она дает представление о том, как себя вести в аукционе для того, чтобы ваша цена действительно была выгодна и вам, и интересна заказчику. Прочитайте эту инструкцию, я ее оставляю в презентации, и, собственно, можем переходить к вопросам. Пока я вижу, что вопросы в основном можно ли посмотреть в запись вебинара. Запись вебинара вам придет на почту, и на сайте Прозоро.орг мы также ее вывесим, для того, чтобы она была всегда доступна для вас. Вопросы. Странно. Когда проводили вебинар для государственных заказчиков, вопросов было, наверное, штук 100. Участвуют ли в тендерах поставщики услуг, спрашивает Владимир. Да, конечно, у нас уже происходили тендеры на услуги. Здесь просто нужно понимать, что очень многое будет зависеть от того, насколько хорошо заказчик опишет то, что он хочет получить на выходе. Потому что, конечно, когда мы говорим об услугах, речь идет, что достаточно большие могут быть требования именно к квалификации такого поставщика, к опыту его работы, к количеству сотрудников, которыми он располагает. То есть здесь вам, как поставщику, вот опять-таки на этапе, когда вы можете подать вопрос, нужно очень внимательно отслеживать, что именно хочет заказчик и реально ли такое поставить. Не будет ли такой ситуации, что заказчик будет специально рубить тех поставщиков, которые выиграли, чтобы поставка перешла на того поставщика, с которыми, возможно, у него договоренности. В этой системе это достаточно сложно, потому что, во-первых, до начала тендера заказчик себе не представляет, сколько у него будет поставщиков, которых он не знает. Они могут прийти с... Сейчас уже будет с шести площадок. То есть все точки входа не проконтролируешь, могут прийти поставщики откуда угодно. Рубить не получится, потому что все квалификационные требования объявляются вместе с закупкой. Когда объявляется закупка, все квалификационные требования и к товару, и к поставщику всем доступны. И если вы видите, что заказчик начинает требовать что-то того, чего он раньше не требовал, когда объявлял закупку, это основание для отмены тендера. Поэтому не получится при всем желании. Интересуют услуги Lettershop, покупка персонализации, почтовых отправлений. Единственное, что могу сказать, что сегодня мы встречались с региональными дирекциями Укрпочты, не собираются регистрироваться и в ближайшее время переходить на работу в системе Прозора. Рекомендую зарегистрироваться на одной из площадок и отслеживать, когда появятся отмены тендеры. Как скачать презентацию, где есть ссылка на приз? Презентация вам придет по почте. Я так думаю, что это будет либо завтра, либо уже на следующей неделе. Могут ли в госзакупках участвовать юрлицы, не резиденты? Пока работаем только с украинскими поставщиками. Обусловлено это несколькими моментами. Первое, что мы все-таки заинтересованы в том, чтобы поддержать именно украинского производителя и украинского поставщика. В дальнейшем, конечно, учитывая, что вся Европа тоже будет переходить на электронные закупки, какая-то интеграция этих систем будет происходить, но это пока вопрос завтрашнего дня, не сегодняшнего дня. где можно узнать приблизительно перечень документов и условий, необходимых уже при заключении контракта. Эти документы и условия вы находите, когда объявляется закупка. К предмету закупки присоединены файлы с описанием всего того, что требует заказчик по этой закупке. То есть, когда вы уже увидите тот контракт, который вас интересует, вы сможете сразу ознакомиться с условиями и понять, можете ли вы взять этот контракт или нет. Спорные вопросы по тендеру. Как решаются? Мы сейчас дорабатываем технически модуль обжалования. Пока у нас такой переходной немножко этап. У нас решает комиссия с Transparency International, Министерства экономики как регулятор, координаторы Прозора и представители заказчика. Пока, скажу честно, у нас не приходилось таким широким кругом собираться. То есть, в любом случае, все понимают, что все еще учатся и какие-то ошибки могут быть не злонамеренные, не по умыслу, а просто потому, что кто-то что-то недопонял, неправильно выставил цену и так далее. Но в дальнейшем у нас будет реализован автоматический модуль обжалования. То есть, вы сможете, если увидите, что какая-то несправедливость, сразу же пожаловаться. И эта жалова будет рассматриваться возможно, антимонопольным комитетом, возможно, такой же вот тендерной комиссии для обжалования. Какая перспектива внедрения такой формы торгов в общую систему госзакупок? Перспектива достаточно хорошая. Мы сейчас уже видим, что Министерство экономики нас очень поддерживает и говорит о том, что действительно за электронными торгами будущее. И мы сейчас параллельно работаем над тем, чтобы на законодательном уровне электронные закупки получили свое урегулирование. Я думаю, что уже в этом году соответствующий закон у нас будет принят. И какая-то часть госзакупок действительно будет идти через электронные торги. Ситуация, если в Украине по определенному товару один официальный представитель, то есть другие могут поставлять либо сталью, либо подделку, и соответственно будет дешевле. Как такие вопросы решаются? Такие вопросы заказчик решает на этапе объявления закупки. Если это товар, с которым он раньше работал, и он знает о том, что это рынок монопольный, что других поставщиков он здесь не найдет, то он просто не выходит на электронные торги с таким товаром, а покупает их у одного официального представителя. Возможно ли просмотреть истории уже закрытых тендеров торгов? Да, конечно, все предложения, вся история открывается. Опять-таки, я понимаю, что я сегодня много обещаю, но пилотный проект действительно мы развиваемся. В ближайший месяц мы запустим модуль аналитики и статистики, где все могут сделать выбор либо по номенклатуре, либо по заказчику, либо по дате и просмотреть все тендеры, которые касаются, и увидеть, какие были предложения, какие были цены, какая цена акцептована и так далее. То есть, проанализировать можно будет все полностью, все открыто. Есть практика изменения условий закупки заказчиком по результатам жалобы участников в электронных торгах. Да, есть у меня была лично на прошлой неделе такая ситуация, когда заказчик потребовал некоторую часть документов вместе с основным предложением по тендеру. Мы рекомендовали заказчику все-таки использовать постквалификацию и не требовать у всех потенциальных поставщиков полный пакет документов. Заказчик на этапе до подачи предложений изменил эти условия. То есть, конечно, практика такая есть. Можно ли будет просмотреть запись сегодняшнего обучения? Да, уже ответили. Запись будет. Получите ее на почту либо на сайте Прозоро Оркана будет доступна. Каким образом можно получать все апдейты по площадке торгам условиям работы площадки? Вам лучше это уточнить у менеджера той площадки, которую вы выберете. На всех площадках реализована возможность получения уведомлений. Нужно просто у менеджера спросить, где именно на площадке вам нужно поставить галочку для того, чтобы такие уведомления получать. Можно ли вам прислать свои предложения по развитию и совершению системы закупок и куда, если да? Да, на сайте Прозоро Орк вы сейчас видите адрес в разделе контакты. Первый контакт это мои, есть почта, есть мобильный телефон, пишите, звоните, конечно, мы всегда рады обсудить, как развиваться. Еще вопросы. Как закупать предприятие, которое не осуществляет объемные закупки однородных товаров? Я так понимаю, что это вопрос скорее, наверное, от закупщика, а не от поставщика. Я не вижу проблем в том, чтобы закупать необъемные закупки. Мы понимаем, что мы сейчас говорим о допороговых закупок до 100 тысяч гривен. Мы видим, что даже на небольших закупках можно экономить. Не вижу проблемы в том, чтобы закупить, допустим, бумагу на 2000 гривен. Это тоже вполне реально. У нас еще есть кто прислал вопросы в общий чат. Правильно я не понимаю, что система работает как агрегатор, заказчик размещает извещение о закупке у вас или на электронных площадках. Не совсем так. У нас в центральной базе данных абсолютно нет никакого интерфейса. То есть все взаимодействие происходит через электронные торговые площадки. Это так называемый кросс-доступ, когда вы зарегистрированы на одной площадке, но видите все, что происходит на других также. Взаимодействие идет через центральную базу данных, то есть вы зарегистрировались на одной площадке и видите тендеры, которые объявляются на всех остальных. Со своей площадки, не выходя из своего личного кабинета, вы можете подать предложение на эти тендеры. То есть ширенным функционалом. Платная ли регистрация на платформах? Нет, регистрация бесплатная на всех электронных площадках. Каждый заказчик размещает извещение закупки только на одной площадке или это извещение дублируется на всех площадках? Он размещает извещение закупки на одной площадке, дублируется информация на всех. Если объявят закупку и на одной, и на второй площадке, она будет показана как две одинаковые закупки, то есть, соответственно, произойдет неправильное отображение в системе. Поэтому объявляют, действительно, на одной площадке, но видят на всех. Как определяется ориентованно в арте закупивля? Здесь есть несколько вариантов. У нас заказчики очень часто пытались ориентироваться на свой план закупок, но мы все понимаем, что ситуация сейчас меняется ежемесячно. Поэтому в случае именно с допороговыми закупками, мы рекомендуем заказчику смотреть на ту цену, которая есть сейчас на рынке, и ориентироваться на нее. То есть, заказчики чаще всего дают ориентировочную цену более-менее реальную, как мы видим. Условия платы только такие, как хочет заказчик, или можно предлагать свои? Точно так же, как в любом тендере, вы этот вопрос должны обсудить с заказчиком на этапе, когда вы можете задать вопрос. Если заказчик готов рассмотреть ваши условия оплаты, он вам об этом скажет. Если у него жесткие требования, сори, нужно этим требованиям соответствовать. То есть, мы платим только за желание участия в торгах 175 гривен. Нет, вы платите не за желание участия в торгах, а вы платите за пользование сервисом, подачи предложений в электронном виде. Кому платим? Платим электронной торговой площадке, которая предоставляет вам сервис. Есть еще вопросы. Предложение подается в электронном виде, не физически. Должны ли все необходимые документы быть с печатями от компании, отсканированные? Этот вопрос, опять-таки, решает заказчик во время объявления тендера. Есть заказчики, для которых это не принципиальный вопрос, они спокойно принимают сканы. Есть те, которые говорят о том, что они будут все документы принимать уже на этапе постквалификации, только в физическом виде. То есть, в любом случае, вам нужно внимательно изучать ту тендерную документацию, которую объявляет заказчик, и смотреть, какие требования там. С вами по возникающим вопросам по работе системы можно связываться. Да, конечно, можете мне звонить, писать. Единственное, я прошу вас понимать, что если у вас уже вопрос по работе на конкретной площадке, то лучше эти вопросы задавать клиент-менеджерам площадок. Если по работе системы в целом, то да, конечно, можно обсуждать со мной. Если ориентированная вартист получилась занижена, какие действия? Если ориентировочная стоимость заказчикам занижена, соответственно, к нему не придут поставщики. Когда мы анализируем, почему закупка не состоялась, мы можем у поставщиков запросить, по какой причине вы участвовали, например, в тендере Министерства обороны по этой номенклатуре, но не участвовали в таком же тендере Национального банка. Если поставщики говорят о том, что рынок уже ушел вперед, цена не соответствует, которую хочет видеть заказчик, мы заказчика ориентируем на то, что переобъявить эту закупку с нормальной ценой. А площадка вам платит? Смотрю, денежные вопросы самые интересные. Нет, площадка нам не платит. Площадки профинансировали создание общей центральной базы данных. Соответственно, они пока эту стоимость оставляют у себя, как бы действительно плату за тот сервис, который они предоставили. Координаторы проекта работают на волонтерских началах. Мы не получаем ни от кого зарплаты, ни от кого не зависим. Когда система будет передана государству, государство само бы дальше будет устанавливать, либо делать доступ платным, либо брать какую-то стоимость для того, чтобы содержать центральную базу данных и ее развивать. Это уже будет решать регулятор Министерства экономики, скорее всего. Может ли быть отклонено предложение из-за того, что на одной странице из предложения не хватает печати компании или не пронумерована страничка? Это формальные причины. Нет, нельзя отклонить предложение по таким основаниям, потому что, опять-таки, это то, о чем я говорила неоднократно. Заказчик должен сразу все требования прописать. У нас не было, слава богу, заказчиков, которые говорили бы о том, что на каждой странице должна быть печать, и все странички должны быть пронумерованы. Ну, как бы, вроде бы люди все адекватные, и все понимают о том, что если они говорят, что это должен быть всего лишь скан, то они и получат всего лишь скан. Если мы видим, что по каким-то формальным причинам пытаются отклонить, естественно, такого заказчика мы, опять-таки, скорректируем и скажем о том, что вы получили ту цену, которую хотели, и вы получили те документы, которые вы описали, и, соответственно, вы обязаны заключить контракт. Повторите, будет ли выложена запись. Запись вам придет на электронную почту, через которую вы регистрировались, и также будет выложена на розора.орг. Еще вопросы. Какие-то штрафные санкции действуют в момент аукциона для поставщиков? Не очень понятен вопрос, за что именно штрафовать поставщика в момент аукциона. Если за то, что он дает какую-то нереальную цену, то на этапе, даже если он выиграет этот аукцион с нереальной ценой, он не пройдет квалификацию, не подтвердит эту цену, соответственно, контракт перейдет другому поставщику, который дал цену реальную. Какие у вас еще есть варианты, за что штрафовать в аукционе поставщика? 175 гривен. Каждое участие в тендере или за какой-то период пользования площадкой? За каждое участие в тендере, стоимость которого свыше 35 тысяч гривен. Если стоимость предполагаемой контракта ниже 35 тысяч гривен, подача предложения бесплатная. Будет ли видеть поставщик, за какой счет будет производиться закупка? Имеется ввиду за кошки предприемства или кошки выделения речным бюджетом? Именно на системном уровне у нас такая возможность не реализована, но этот вопрос вы можете задавать заказчику по конкретному тендеру. За какие деньги он будет приобретать товар? Как у вас по возможности гарантии той информации, которую выдают и мы видим или поддается? Непонятен вопрос, если можно, расшифруйте. Можно ли сделать сроки проведения тендера меньше нормативных? Нормативных сроков нет, поскольку мы говорим о допороговых закупках, которые законом не регулируются. Мы рекомендуем, чтобы давалось хотя бы по 3-4 дня на каждую стадию, но если закупка срочная, то можно ее вместить в одну неделю. Но одна неделя это скорее всего минимум. Каковы гарантии оплаты за поставленную продукцию? Гарантии оплаты за поставленную продукцию это ваш контракт с заказчиком. Если от одной компании сделают предложение, разные менеджеры на разных площадках. Нет никаких проблем в любом случае, какое-то одно предложение от определенного менеджера будет принято, соответственно, компания выиграла. Если оба проиграют по цене, значит компания в целом проиграет. Известно ли вам, есть ли в законодательстве огласка о том, что только после выделения денег на закупку, госучреждение заказчик может организовывать закупку? Этот вопрос к тому, чтобы не было таких ситуаций, что, мол, только после оплаты, а потом, извините, денег нет. Пока у нас таких ситуаций не было, я вам могу сказать, что мы проводили опросы среди поставщиков относительно неоплаты от государства. Глобально этой проблемы нет. На самом деле в этом году более-менее платят неплохо. И если есть какие-то суммы, которые не заплачены, то это, скорее всего, прошлые периоды и по каким-то очень масштабным проектам. По допороговым закупкам мы видим, что оплаты проходят хорошо. Если вы будете видеть, что заказчик будет пытаться выдать предложение по формальным причинам, есть ли у вас параметры, по которым вы определяете такие попытки? И что вы будете делать, если заказчик будет настаивать на акцент для предложения поставщика, у которого предложение по цене выше, по формальным причинам? Параметры, по которым мы это определяем, это ваши жалобы. Если несколько поставщиков в одном тендере говорят о том, что, обратите внимание, заказчик ведет себя несправедливо, Мы обращаем на это внимание. Опять-таки нужно понимать, что система не все может сделать сама, и здесь ваш контроль тоже играет роль. Если заказчик будет настаивать на акцепте предложения, ну, к сожалению, у нас не так много возможностей влияния. Я думаю, что когда дойдет речь до закона, который будет регулировать электронные торги, там это будет урегулировано. Если это мне компания сделала предложение, разные менеджеры на разных площадках ответили. Можно учесть рабочий день до 18.00, не продлевать время подачи предложений на площадке SmartTender без нерабочего времени. К сожалению, не знаю о таких нюансах по работе именно на SmartTender, уточню эту информацию, сейчас не готова вам ответить. Если замечания идут, жалобы на участника 1, 2, 3 и так далее, то исключают или штрафуют, или все по решению заказчика, что-то вроде дисквалификации. Опять-таки мы говорим о том, что систему мы развиваем. В дальнейшем мы планировали о том, чтобы все-таки ввести черный список поставщиков, которые не подтвердили свои предложения. Пока в ручном режиме отслеживаем, предупреждаем и так далее, в дальнейшем будем какие-то более жесткие меры принимать, типа дисквалификации. У вас есть гарантия от вас? Не понимаю. Вопрос переформулируйте, пожалуйста. Могут ли быть заказчиками не государственные учреждения? Не государственные учреждения могут работать не через систему Прозора, а напрямую с электронными торговыми площадками. Система Прозора создана именно для государственных предприятий компании. Более-менее платят неплохо. Это как? Сколько дней? В зависимости от того, что написано в контракте. Когда я говорю «неплохо платят», я имею в виду, что нет просрочек по сравнению с цифрой, которая предусмотрена контрактом. Мы как коммерческая компания закупаем много с рынка. Можем ли пользоваться как закупщики этими площадками? Я думаю, да, вы можете пользоваться этими площадками. Если госзакупка через электронные торги, то заказчик на все 100% обязан заключить контракт. Такое правило говорено официально. Какие обязанности в оферте для двух сторон? Типа «играем до конца» или «как хотим». Заказчика на все 100% обязать заключить контракт не может никто, когда речь не идет о законодательном регулировании. Такие правила, по которым мы работаем, это регламент работы системы Прозора. И заказчики, когда начинают работать с системой Прозора, принимают правила регламента. И у них, кроме того, есть еще обязательства по договору с электронной торговой площадкой, через которую они работают. То есть, в любом случае, некие правила установлены. Но, конечно, когда дело касается выбора подрядчика, здесь мы не все можем диктовать. Есть ли в Украине речь недобросовестных поставщиков, заказчиков? Насколько мне известно, такого реестра сейчас нет. Наша с вами общая задача его создать. Подача вопросов заказчику происходит тоже через площадку. Да, вы все это делаете в онлайн-режиме. Все абсолютно в том же окне, в котором отслеживаете тендер. Какие сервисы предоставляют электронные площадки для поставщика? Вам лучше уточнить это у площадок, потому что условия у всех разные. Звоните, поспрашивайте. Я думаю, что клиент-менеджеры с удовольствием расскажут, чем они отличаются от других. Есть ли проблема в замене букв в конкурсах? Кириллица, латиница. Для того, чтобы спрятать конкурс от заказчиков и протащить только своего поставщика. Пока у нас таких проблем не было, опять-таки у нас еще происходит такое количество торгов, которые мы можем отследить, потому что постоянно на виду, какие тендеры происходят. В дальнейшем, когда будет модуль аналитики статистики, нам будет намного проще отслеживать по самому заказчику, что именно он объявляет. И нет разницы, будет он это делать на латинице или на кириллице. Все равно вы выберете этого заказчика и увидите те тендеры, которые он объявляет. У вас есть базовый контроль заявок и покупок. Опять-таки уточните, что вы имеете в виду под базовым контролем заявок и покупок. И идет речь о заказчике или о поставщике. Можно ли подавать предложение выше начальной стоимости? Нет, выше начальной стоимости предложение подавать нельзя. Если от одной компании сделают предложение разные менеджеры на разных площадках, отвечала уже на этот вопрос. Это возможно. Опять-таки, если компания хочет подать несколько предложений в один тендер, при этом заплатив каждый раз за подачу 175 гривен, мы ее не ограничиваем. Самое главное, чтобы на этапе квалификации она подтвердила свою цену. Если эта цена выгодна государству, нет проблем в том, чтобы этот поставщик работал. Какие еще вопросы? В начале тендера указывается начальная стоимость. Да, в начале тендера заказчик объявляет ориентировочную стоимость закупки. И опять-таки я говорила о том, что сейчас эта стоимость более-менее приближенная к рынку, потому что мы рекомендуем обращать внимание именно на ту цену, которая есть на рынке, а не на годовой план закупок, например. Возможно, не такой вариант. Поставщик выиграл тендер с нереально низкой ценой, заказчик заключает поставщиком контракт с другой высшей ценой, либо же заключает доп. соглашение с изменением цены. Есть ли контроль этих моментов? Да, конечно, контроль этих моментов есть. Именно поэтому у нас считается закупка в системе завершенной тогда, когда выложен контракт. В этом контракте вы абсолютно четко видите, на какую цену поставщик согласился и какую цену указали в контракте. Доступно для анализа всем. Нужно попробовать потом провести еще раз вебинар, вопросов будет больше. Абсолютно точный тезис. Именно поэтому и для закупщиков, и для поставщиков собираемся сделать вебинары регулярными. Подключайтесь. Геннадий Иванович, я вас попросила уточнить, что вы имеете в виду базовый контроль заявок и покупок. Продолжение следует... Какие еще вопросы? Интересует гарантия. Если речь идет о банковской гарантии, то пока мы этот функционал не реализовали, опять-таки мы будем ждать разъяснений от Министерства экономики, будут ли они рекомендовать использовать гарантии в электронных торгах. Продолжение следует... Есть еще вопросы? Спасибо вам большое. Как подписаться на ваши рассылки? Смотрите, у нас на сайте Прозоро.орг есть подписка на новости. Сразу вам скажу, что мы, к сожалению, не так часто рассылаем новости, как хотели бы. Не на все хватает времени. Можете найти нашу страницу в Фейсбуке Прозоро. Там мы все новости выкладываем. И кроме того, заходите на Прозоро.орг. В нашем блоге тоже обновления появляются достаточно часто. Основные новости там дублируем. Вижу, что пошли уже благодарности. Спасибо большое вам за участие. Опять-таки свои контакты я вам оставила, где искать. На Прозоро.орг. Мой телефон, моя почта. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните, пишите. Не стесняйтесь. И до встречи на следующих вебинарах.